здравствуйте дорогие друзья с вами анатолий мастерская резерва сегодня у меня в видео обзоре будет вот такой модульный avr это у нас avr iek avr 1 стандарт линейка карат но сразу предупрежу кто кто вообще вот этой продукции интересуется тот сразу узнает другой avr это фирма андели такая называется он если я не ошибаюсь а я не ошибаюсь я просто как раз кое-что мне нужно было выяснить андели андели эйч эй ти си девять хатс если так по-русски прочитать хатс 9 вот почему смотрел видео обзор сразу скажу потому что тут у меня один вопрос возник о нем позже но если найдете видео обзор на этот андели принципе это один и тот же клон с одного скорее всего завода и только только что он желтая ручка здесь желтая там серая ну и название это это наносится как шелкографии или что на заводе собственно это все очень быстро оперативно делается вот поэтому обзор ну такой скажем так чтобы у меня был на канале по цене они практически одинаковые там в районе в районе там 12000 плюс минус вот у и к есть версия avr 2 light там четырех модульные по моему контакторы ой контакторы автоматы внутри это на автоматах между ними мотор привод автоматы и принципе у него чуть-чуть другая но он полностью другой тоже не андели это какой-то клон на китайского какого-то переключателя судя по управлению точно мне полу таки даже попадались к нему идет вот такая книжка маленькая и мало что в ней вообще есть ну она в электронном виде есть здесь есть отличие на технические характеристики отличие первого второго avr и схемка к первому ко второму индикация схемка подключения к первому про нее расписано ко второму все собственно avr avr у нас либо первый либо второй ввод переключать может в автоматическом режиме при наличии первого будет на первой при наличии только второго на второй при наличии 1 2 будет на первом то есть приоритет у него там будет и можно это сделать в автоматическом можно вручном достаточно легко по сравнению с китайскими которые вот большой переключатель очень легко переключается это мне очень понравилось сразу даже ради интереса посмотрел так что с нами вопрос со мной сейчас мы его разберем посмотрим как он вообще изнутри устроен также здесь у нас есть колодочки колодочки для подключения у нас одна половина даже не половина здесь один 100 по контактам три фазы три фазы сети у нас здесь нейтраль сетевая три фазы резервного источника но если у нас первый источник второй первый приоритетный то нейтраль к этому вводу относится нейтраль к этому воду далее тройные колодки это третье четвертое колодка это у нас за индикацию внешнюю которая дублирует индикацию на панели также здесь есть выход при отсутствии первого ввода реле выдает сигнал на допустим запуск генератора три контакта потому что там общий есть но и nc и также есть еще можно чтобы он среднее положение переходил вход аварийный допустим с противопожарной сигнализации вот то есть 6 6 колодка именно относится к этому вот в начале что меня смутило меня смутили еще вот здесь провода и потом уже разбираясь я собственно уже допер для чего они и так также у нас здесь есть два потенциометра такие которые отвечают за время включения первого либо второго ввода все по сути здесь больше ничего нету вот если напряжение как-то будет меняться в каких пределах сразу скажу не знаю когда она изменится чтобы он посчитал что это вот уже плохой и допустим при наличии уже 2 чтобы он переключился сразу на 2 ну или замкнул контакт вот тут ничего не могу сказать потому что это это надо испытание что сделаем я установлю камеру на штатив так чтобы было удобно параллельно со мной будем что разбирать сразу скажу что мне понравилось вообще ну кроме того что он очень легко переключается очень легко здесь здесь внутри как уже и в паспортных в паспорте в инструкции даже есть у иека видеообзор указано внутри два трехполюсных автомата 1 авр стандарт от второго отличается тем что разный тип автоматов у них номинальная отключающая способность но это который пока z6 килоампер а у версии 24 с половиной килоампера вот и что мне понравилось он очень легко меняются эти автоматы у меня был видеообзор другого такого похожего переключателя плана китайского несколько лет назад там нужно было достаточно ну как бы разобрать и и сами автоматы еще не факт что ну при замене другой быть вообще не то что не номинал другой производитель автомат что подошел бы тут у меня сейчас не знаю а б б нету тут сейчас покажу как общение достаются сразу предупрежу тут надо эти разъемы в верни с терминалов по вытаскивать провода потому что они будут мешаться но не в окошках все это принципе его сейчас полностью он разберу достаточно интересное такое занятие посмотрим как у нас все внутри выглядит вот это мы сняли провода а теперь достаточно два винта с каждой стороны открутить они действительно не за если ну проводку не вести они не закрываются то есть если у нас щит стоит на панели где-то уже в щите а в р то достаточно ну запас нужен папа месту снять небольшой буквально так вот как они снимаются вот достаточно нам принципе по ну сантиметр полтора снять а дальше вот видите как этот застрял ну в общем и автомат принципе он даже ничем не закреплен никак он только за счет за счет внутренних направляющих сразу чтобы не потерять я винты все поснимаю вот эти длинные я снял что как он тут выглядит но так наверное я его сейчас не достану а может и достану так сейчас сейчас мы так просто от него не отстанем а все у него еще здесь защелки так есть вот здесь защелки принципе принципе да его можно было не разбирать только крышки снять вот как он выглядит принципе тогда доставать не буду доставать это я не будем вот так он выглядит вот такой хитрый интересный механизм если автомат у нас стоит внутри он как раз вот его и взводит ну естественно чтобы чтобы снять автомат да вот эту крышку надо все равно эти два винта откручивать ладно убираем в сторону 1 и принципе 2 точно такой же что у нас остается у нас остается у нас остается вот такая серединка по раздвигаюсь и серединка серединка тоже вот когда откручивал меня смутили вот эти два контакта думал для чего они тут есть нижняя часть панель там большая плата электронная вот такая видны предохранители ты сразу их не показал вот здесь причем один предохранитель вставляется один вроде как запасной должен быть вот не открывал и принципе пока не нужно вот понимаем что вот эти два провода они участвуют схеме вот про них естественно ничего в инструкции не указано это я закрою расскажу почему потому что плата потом вниз может выпасть так вот у нас остается вот этот блок здесь мы я уберу их на всякий случай принципе они по моему не нужны были так у нас здесь есть один такой винт в пластик саморезик так его в сторону далее что далее если мы в среднее положение уберем чтобы у нас ежлычок не мешался мы можем вот эту часть снять здесь у нас два концевика и дальше здесь на большом таком разъеме это все подсоединяется да мог не снимать в принципе разъемы так но разбирать я его дальше не буду там остается вот эта часть нас механизм интересует так что у нас здесь есть здесь у нас принципе можем вот эту еще часть вот эта часть тоже на разъеме вот почему не нижнюю панель закрыл потому что первый раз ее не закрыл надавил чуть но он легко у меня встал оказалось что нужно было все я запомнил куда он упал так ну вот собственно видим моторчик что у нас указаны и и и ручка ручка кстати сразу скажу она снимается начали не мог понять как там шестигранник и здесь есть винтики один под паттай 2 там закладные гаечки вот как он выглядит здесь тоже еще одна цепь концевиков цепь концевиков очень интересный механизм самое интересное что он действительно очень легкий очень вот как-то так дальше уже вообще подробности я не буду снимать чтобы боюсь потом не собрать все-таки он новый так сейчас что соберу и принципе покажу как работает и что меня смутило вот в этих двух контактах сразу вот вот для чего это все было начал рассказывать потому что долго не мог подключить сообразить как он работает так я приготовился сейчас покажу схему какую я изначально делал включил его и немножко смутился почему он некорректно работает ну собрал предположил раз по три провода у нас значит он за всеми тремя фазами должен следить подключил три фазы сюда три фазы сюда нейтраль нейтраль общая перемычка хотя да если у нас три фазы мы выключаем у нас система заземления тен-с с тен-с тен-с с мы нейтраль не отключаем почему они разные тогда сделали тоже ну не очень понял да зачем тут нейтрали мало того что к на колодках они дублируются на сдвоенных которые двойные крайне но тут она включая подаю питание далее мигает очень не очень понял почему зачем что делаю дальше подаю второй ввод понятно он не переключается отключаю первый ввод а он не отключается он как мигал так мигает опять включаю 1 отключаю 2 никаких изменений только если я отключу оба ввода наверное сейчас попробую я чтобы в кадр попал у нас автоматы видно первый автомат 2 это у нас за якобы сетевой вот и якобы резервный но основной резервный или сетевой генераторный начинает мигать подаю 2 вот отключаю 1 вот ничего не меняется но если я после того как снял питание подал 2 вот переключился но теперь та же самая история у нас же должен быть основной какой-то приоритетный ничего не меняется вся та же история отключаю второй ввод не работает только только если перейдем в ручной режим а потом опять в автоматически и в инструкции не указано что означает мигание что пески просто горит понятно что это наличие ввода на раз он мигает ну как то не очень логично думал мало ли что то все таки с этими двумя проводами которые все таки здесь выходят что сделал поставил две перемычки на всякий случай у нас же все таки здесь схема должна дублироваться но не дублироваться перемычка мечу собираться к потребителям автоматы кстати без защиты от ошибочного ввода поэтому ну как все уека поэтому рассчитывайте что нужно будет потом случае чего там попадать так одну перемычку сделали она длинная правда но суть не меняет так добавляю подаю питание все равно мигает вся та же история заводил сюда и думал мало ли все таки здесь питание нужно все равно то есть разницы нету но потом только вот открыл я это видео кусочек андели и только там обратил внимание на схему что оказывается между вот этими двумя проводами должен быть потенциал какой-то и что они сделали они использовали на одном полисе подали фазы на другом на первом а на третьем нейтрали вот собственно сейчас я это приготовлю чтобы вас не утомлять вот собрал я и как выяснилось что только после подключения как на сайте андели ну не на сайте в youtube канале вот только после этого схема и заработала сеть есть появляется и причем смотрите и не мигает появляется у нас второй ввод отключается отключается первый ввод все появляется первый ввод ну и соответственно уже потенциометры эти тоже настраиваются 5-10 секунд до 30 секунд они вот оказывается оказывается что вот здесь на выходе еще должен быть какой-то потенциал разница вернее потенциалов между если у нас три фазы соответственно здесь будет 380 если вот фаза с нейтралью 220 вот как-то так если бы это ну не увидел видео у андели вот здесь если честно об этом ничего нету почему не переключался вот голову ломал я наверное с полчаса так сяк перепробовал потом решил залезть посмотреть как андели все таки работает вот как-то так ну и соответственно здесь выход на генератор есть и аварийная кнопка он чтоб среднее положение у нас встал это сейчас я попробую если видно будет так если будет видно и нам нужно что нам нужно нам нужно возьмем утконосы вот видим пришел сигнал и у нас вот такое вот это вот это кстати это очень интересно что такой сигнал принципе можно организовать если генератор по какой-то причине ушел в ошибку но если у него не знаю как со схемой надо подумать по поводу если он очень простой запуск если он сказать своим неким контроллером то да он может который есть выход на допустим на пищалку еще что-то он может замкнуть этот сигнал и у нас а в р выйдет в нейтральное положение для чего чтобы чтобы но если допустим 2 его повторный запуск чтоб точно он не произошел от этого под нагрузкой вот но но туда получить друг друг попалка двух концах придется все равно идти эту ошибку как-то сбрасывать сбрасывать в контроллере генератора и и ну хотя бы мы не забудем здесь оставить его вот если первый вот снять он все равно висит второй снять все равно висит если оба снять вот после этого он только а ну получается он у нас успеет если что-то с генератором питание зато не будет кстати вот тоже под вопросом то есть вот это не зале экспериментировать много но так принципе мотор привод очень понравился ну даже принципе я вот про про среднее положение если даже пожарку подключить тоже очень хорошо вот насчет иека потом не ека использовать сразу скажу не знаю эти скорее всего ну нет не обязательно ековский подойдут поэтому поэтому мне кажется можно заменить на какой-нибудь там а б б еще кому что нравится вот как так такой обзор вот ну принципе неплохой если что я не не собираюсь ну как бы их на постоянку делать почему потому что все-таки габарит у него 63 ампера габарит очень большой на 63 еще можно контакторы у них хотя бы есть ну сразу сеть пропала он не остался в предыдущем положении вот есть только вот эту логику используете и нужно сбрасывать все питание там снялось питание контроллер отключил питание от ввода сетевого все у нас контактор отработал если генератор допустим если у нас ввод ушел на основной вне параметров то пока не завелся генератор мы будем ждать питание ну хорошо если и bp есть но хотя бы мы не будем от плохого ввода сидеть далее то то же самое с генератором генератор по какой-то причине заглушился если контактор он отработал мы опять в среднем положении и у нас допустим в наших щитах авр с нашими контроллерами есть можно удаленно ошибку сбросить ну по какой-то причине допустим что-то там решили мы хотя все равно рекомендую осматривать генератор но можем сбросить и опять заведется генератор опять ноги ну через какое-то время время прогрева генератор опять сеть генераторный контактор включится тут да вот эта история очень удобно что можно уйти вручную то и это включать но в общем на любителя и в то что вот габарит большой то есть мотор привода хорошо хорошо мне нравится но это свыше 100 ампер 100 160 250 ампер то есть вот это да ну потому что контактор уже там ну не вариант там и габарит их и ценник вот как так вот такая была вот такая история с этим переключением реально я очень ну буквально с полчаса сидел не мог никак допереть что не так так всяк перепробовал вот в общем спасибо большое подписывайтесь ставьте лайки еще будет видео дальше больше всем пока пока